Девушки отдыхают Возможности приобрести ее засущие пенсы. Главное – привлечь внимание Грега в этом ажиотаже. Подобные аукционы – традиция на самом старом лондонском мясном рынке Смитфилд. Первые торги прошли еще 200 лет назад. Грег присоединился после победы любимой команды. Я начал проводить такие аукционы в 1966 году, когда Англия стала чемпионом мира по футболу. Как раз сразу после чемпионата. В первое Рождество. И продолжают до сих пор. Считается, что эта распродажа – благотворительный аукцион. Но совсем бедных людей мы не заметили. Англичан привлекает атмосфера. Ведь не каждый день видишь последний полет индюшки. По ощущениям это аукцион, базар и шоу одновременно. Многие приходят сюда для того, чтобы просто посмотреть на Грега и всю эту лихорадку. Правда, заразившись здесь, покупают мясо, даже если оно им и было не нужно. Просто фантастические цены. Это стоило того, чтобы прийти сюда. Здесь весело, как всегда. Лично я прихожу пораньше, чтобы встать поближе к прилавку. Индюшки разлетелись за 15 минут. Мясники бегали так, что после этой тренировки готовы к марафону. У Грега семейный бизнес. В какой-то момент к торгам присоединились даже внуки. Просто рук не хватало. Главное – клиенты довольны. Смитфилд – лучший рынок в мире. Приезжайте к нам в Англию и покупайте британское мясо. В течение часа продали все. По ценам в разы меньше, чем в магазинах. Но Грегу скучно. Он предлагает покупателям сыграть с ним в «Орел» или «Решка». Если угадывает клиент, то забирает мясо бесплатно. Грег проигрывает с удовольствием. Это все-таки Рождество. Он не в убытке, но и прибыльными торги назвать нельзя. Главное – все довольны и улыбаются. Значит, великий аукционный дюшек прошел не зря. Евгений Ксензенко, Виталий Заволжский. Великобритания. События дня.